В коллективное обращение граждан РФ и ДНР к президенту РФ Путина Владимира Владимировича, главе ДНР Пушилина Дениса Владимировича, а также командование СОО на территории Украины, командование ВЧ 08-803, с просьбой дать разъяснение и принять меры реагирования по следующим вопросам. 1. 26.02.2022 года, согласно указу главы ДНР Пушилина Дениса Владимировича от 19.02.2022 года, номер 29, о проведении всеобщей мобилизации личного состава 4-го стрелкового батальона, 109-го стрелкового полка, были призваны на военную службу в нарушении пункта 2, ст. 16, ст. 17 закона ДНР, номер 10, дробь НС, от 26.02.2015 года, по мобилизационной подготовке и мобилизации в ДНР, а также указы главы ДНР от 22.02.2022 года, номер 32, о внесении изменений в указ главы ДНР от 19.02.2022 года, номер 29, состав 4-го стрелкового батальона, 109-го стрелкового полка, были принудительно и безосновательно призваны лица, обучающиеся научной форме обучения, а также лица по состоянию здоровья, непригодные к воинской службе. Комплектование 4-го стрелкового батальона, 109-го стрелкового полка, проведено в нарушении пункта 4, ст. 15 закона ДНР от 02.11.2015 года, номер 84, дробь НС, об обороне, вследствие чего, подразделения будут сформированы из необученных гражданских лиц, не прошедших обязательную военную подготовку, согласно абзац 2, части 1, ст. 1, ст. 11 закона ДНР от 17.02.2015, номер 8, дробь НС, о военной обязанности и воинской службе. Второе. В нарушении статьи номер 39 закона ДНР номер 8, дробь НС, 4-му стрелковому батальону 109-го стрелкового полка, без прохождения первоначальной военной подготовки, приведению к военной присяге, было выдано и докоплено стрелковое оружие, с которым по настоящее время 4-й стрелковый батальон 109-го стрелкового полка выполняет боевые задачи. Также стоит отметить, что во время мобилизации никто из призванных на воинскую службу не был уведомлен о том, что будет направлен...